Кнуть человека ножиком в переулке – это ещё не верх ассасинского мастерства. Иногда убийце нужно подобраться к цели поближе, а затем уйти от погони. В таком деле не обойтись без навыков паркура, особенно если речь идёт о героях Assassin's Creed. Эта серия игр вдохновляет обычных людей постигать искусство перемещения, есть у неё поклонники и среди российских трейсеров. Сергей Шитиков занимается паркуром 7 лет, участвует в показательных выступлениях. Мне очень нравится первая часть, потому что мне очень близко к истории. Он сразу взял книгу и посмотрел по датам, по числам, по фамилиям, именам, и действительно были такие люди в эти времена. Понятное дело, мне понравилось то, что парень, который главный герой, он прыгает по крышам, то есть он паркур, причём настоящий паркур, который именно прыгает без сальто и прочей ерунды. Мы решили проверить, как некоторые трюки из игры будут смотреться в реальной жизни. Но вот вопрос, можно ли часами лазать по столбам и бегать по крышам в одежде ассасина? Там, где у него расходится его плащ, ну не плащ, а вот у него такая куртка одета, и она в нескольких местах как лепестки. И вот те, что сзади два лепестка, когда ты пытаешься руками перелазить через препятствия, ты часто за них цепляешься и сам себе мешаешь. Тяжеловато в таком прыгать, но в принципе возможно. Виртуальные ассасины должны были отрезать себе безымянные пальцы, чтобы скрытые клинки скользили вдоль рук. Ко второй части сценаристы отказались от этого ритуала. Интересно, как бы герои лазали через стены, если бы все-таки лишились пальцев? Если нет пальца на руке, ну я думаю, что это кстати очень тяжело, так как когда мы делаем лип, нам нужны обязательно все пальцы. Так как как только уходит безымянный палец, вот эти два пальца, они очень слабые, они тянутся только из-за этого пальца. Если его нет, то будет очень тяжело висеть на одной руке. Даже щеголь Эцио Аудиторе не тратил силы на всевозможные сальто и фляки. Для ассасинов главное свободно двигаться по любой местности. Чтобы добиться этого в реальной жизни, не нужна выносливость штангиста и вестибулярный аппарат космонавта. Достаточно терпения. В паркуре все просто, то есть научиться легко. Начинаешь с самого простого, с того, с чего ты не умеешь. Не умеешь бегать – учишься бегать, не умеешь прыгать – учишься прыгать. И так далее до тех пор, пока ты не достигнешь того уровня, которого хочешь. 29 октября на компьютерах и консолях текущего поколения выходит Assassin's Creed Black Flag. В новой главе знаменитой саги игрокам придется штурмовать крыши городов, исследовать острова Карибского моря и управлять настоящим пиратским кораблем. Я бы сказал, что одним из наиболее сложных элементов игры для нашей команды был абордаж. Игрок может атаковать вражеский корабль с любого угла, сблизиться с ним и запрыгнуть на его палубу. Реализовать все это технически было трудно, но результат того стоил. Последняя часть мне очень понравилась. С кораблем вот все, что связано – это очень крутая тема. Жду Black Flag. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова